С вами компания Электромотор и сегодня мы ответим на вопрос, почему не запускается бензиновый генератор. Очень часто люди звонят, спрашивают и на эти основные причины мы разберем. Значит, первая причина, не залито масло в сам двигатель. Если не залито масло в сам двигатель, генератор не запустится, а будет срабатывать датчик защиты. Как проверить уровень масла и залитого масла? Откручиваем пробочку, масло должно быть залито по самую горловину. Второй очень частый случай, особенно на стройках, почему не запускается генератор, он стоит под углом. То есть, если генератор стоит под углом, наклоняется масло в картере и срабатывает датчик защиты. То есть, надо поставить генератор на ровную поверхность. Следующая самая банальная причина, это перекрыт кран подачи топлива. Кран подачи топлива находится вот здесь. Внимательно посмотрите. Если два этих способа не помогли запустить генератор, следующий способ это выкрутить свечу зажигания и залить немножко бензина в сам двигатель. Если при рывках или заводе двигатель начнет срабатывать частично, значит проблема в карбюраторе. Обычно это два момента. Либо залипает игольчатый клапан, если генератор долго не работал, либо если вы заливали 95-й бензин и тоже долго не работали генератором. Тогда он выпадает в остаток и забывает все жиклеры на карбюраторе. Прежде чем лезть в карбюратор, советую вам ответить на два вопроса. Что вот это за крышечка и что вот это? Если вы не знаете, что это за крышечки, карбюратор вам однозначно лучше не лезть. Под вот этой серебряной крышечкой находятся клапана. Но есть очень много видео в интернете, как настраивать клапана, но однозначно их туда лезть не советую и самостоятельно настраивать тоже не советую. Под черной крышкой находится воздушный фильтр. Его рекомендуется чистить очень часто, по паспорту вообще перед каждым включением. Поэтому она открывается без инструмента, фильтр достается, продувается и ставится обратно. Все пользователи стараются лить 95-й бензин. Чем выше октановое число, тем лучше. По факту это не так. Генератор не машина. Особенно высокооктановый бензин, если вы долго не эксплуатируете генератор, выпадает в осадок. Осадок засоряет полностью карбюратор и генератор не работает. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем, и наш сервис не рекомендует лить 95-й бензин в генератор. Кроме того, советуем обращать внимание на фильтр грубой очистки, который находится сверху на бензобаке, сразу под крышкой. И на фильтр тонкой очистки, который в некоторых моделях есть, в некоторых нет, стоит под бензобаком. Если же генератор запускается, работает, но не выдает тух, это скорее всего уже проблема в альтернаторе. Чаще всего это бывает либо что-то со щетками, либо обрыв фазы, либо межвитковое замыкание. Все эти неисправности устраняют сервис, туда лезть не стоит. И, грубо говоря, настоятельно мы тоже это делать не рекомендуем. Если данные три совета вам не помогли, тогда лучше вам обратиться в сервис. В сервисную компанию, либо официальный сервис, там где вы приобретали ваш генератор. Если вы намерены купить генератор, тогда обращайтесь в нашу компанию «Литромотор». У нас цены рекомендованные и розничные, но если вы смотрите данное видео, то по промокоду «Генератор2020» вы всегда получите дополнительный бонус. Цена автоматически на сайте пересчитается, и цена будет гораздо ниже, чем у конкурентов. Задавайте вопросы, приходите в компанию «Литромотор», телефончик 5-0-3-8.